Здравствуйте! Это программа Оренбуржия «Вектор развития». И мы вновь расскажем о том, что нового и значимого произошло в сфере регионального образования. Специальная комиссия во главе губернатора посетила санаторную школу-интернат номер 4. Юрий Берг решил посмотреть, как изменилось учреждение после ремонта. Приводить здание в порядок начали еще три года назад. Сейчас работы закончены. Реконструкция обошлась в 60 миллионов рублей. Воспитанники школы – дети особенные. Все они предрасположены к заболеванию туберкулезом. После ремонта в интернате изменилось многое, в том числе и жизнь ее воспитанников. Первые, с кем поговорили члены комиссии – это, естественно, ученики. Их мнение самое важное. Дети говорят, такого ремонта ждали давно. Условия получились даже гораздо лучше домашних. Ведь ребята здесь не только учатся, но и живут. Дети здесь особенные. Многие из малообеспеченных семей после выпуска, здесь до девятого класса учатся, они становятся социализированными детьми, адаптированными в жизни. Вообще, это единственное учреждение в области, которое занимается не только обучением и воспитанием, но и оздоровлением детей, предрасположенных к заболеванию туберкулезом. Около каждой кушетки располагается лампа с раствором, которая включается. Есть вот общий аппарат, который тоже работает во время принятия этих процедур. Специальное оборудование – бассейн, массажный кабинет. Теперь здесь есть практически все, чтобы излечить ребенка от непростого недуга. В оздоровлении большую роль играет и кабинет психологической службы. Здравствуйте. Как у вас настроение? Отлично. Здесь ребята могут расслабиться, раскрыться, и в этом им помогает специальное игровое оборудование и необычные методики преподавания. Песочная, сказка, арт-терапия – это только малая часть тех возможностей, которыми могут воспользоваться ученики. Дети вообще любят эту комнату, с удовольствием сюда приходят. Они здесь отдыхают, расслабляются, рисуем, играем. Есть специальное у нас место, где дети могут с большим удовольствием поковыркаться, мячи поиграть. Здание 62-го года постройки и капитального ремонта требовало давно. Поменяли буквально все – и пол, стены, и крышу. В связи с особенностью заболевания изменены программа и процесс обучения. Каждому ребенку индивидуальный подход. Чуть поменьше ростом. А сыночка, просто рожка. Очень маленький был. Как девушка не хотел. Вышли мышки как-то раз. Посмотреть. Который час. Час. Любой урок не начинается без физминутки. Да и освоение предмета не обходится без необычного инвентаря. Вот такие счеты можно увидеть разве что в музее. А здесь нашли им другое применение. Для развития мелкой моторики у нас же коррекционные классы. И мы должны учитывать, мы должны развивать и мелкую моторику детей. Подход со стороны учителей к нашим воспитанникам. Дело в том, что ребята проходят лечение специфическими лекарственными препаратами. И это, безусловно, влияет на их возможности физически. А физически, соответственно, влияет на усвоение программного материала. У нас он подается более упрощенно, более блочно. И поскольку дети после проведения уроков и сна часа уходят на самоподготовку, четыре часа длится процесс самоподготовки, где они вместе с учителем, который ведет у них урок, готовят домашнее задание на завтрашний день. То есть это повторение, повторение, еще раз повторение и закрепление пройденного материала. После таких занятий детям будет несложно адаптироваться в другой школе. Ведь здесь ребята живут от трех месяцев до трех лет. Все зависит от состояния здоровья. Но для учеников этот интернат нечто большее. Каждый урок здесь ждут с нетерпением, потому что знают, для них педагоги всегда подготовят что-то необычное и интересное. Даже на таком предмете, как математика. Такой урок у нас сегодня был удивительный. Ну как будто странный такой, но волшебный. Осмотрев кабинеты, столовую, медпункт, губернатор ремонтом остался доволен и уже дал поручение на следующий год обустроить территорию школы. Условия созданы и можно быть абсолютно спокойным, что дети находятся в прекрасных условиях. Ими занимаются прекрасные люди, учителя, медики. Все делают для того, чтобы они как можно скорее поправились. И на этот раз Юрий Берг не пришел без подарка. Школе подарил сертификат на сумму 200 тысяч рублей. Их уже решили потратить на покупку новой мебели в учебные классы. Но для педагогов и их воспитанников главное все же не это. Желание здесь у всех лишь одно. Чтобы ребятка была, крупное здоровье, всегда и много друзей. А педагоги тем временем готовятся к своему профессиональному празднику – Дню Учителя. Одной из первых особые слова благодарности услышала Вера Михайловна Лебединская. Учителю русского языка и литературы на днях исполнилось 95 лет. Сейчас, конечно, она уже не работает, но то, что она сделала в образовании Сорокташевского района, до сих пор не забывают все ее ученики и руководство поселка. Вера Михайловна не устает принимать гостей. Поздравить любимого учителя, наставника спешат ученики и друзья со всей области. По инициативе главы поселкового совета Владимира Алексеевича Пашкова и по решению депутатов было принято решение о присвоении самым заслуженным людям нашего поселка звания почетный гражданин поселка Сорокташ. Я очень-очень благодарна за тот мой труд, который я вложила в Сорокташ. За плечами Веры Михайловны Лебединской 39 лет и 4 месяца педагогического стажа. Практически всю свою жизнь она посвятила русскому языку и литературе, да и воспитала немало достойных людей, многие из которых сегодня занимают руководящие должности. И разрешите, я вам надену ленту почетного гражданина. Вот. Не снимайте. Никогда. Почетный гражданин поселка Сорокташ. И даже сегодня она с удовольствием, как и много лет назад, на уроках процитирует строчки стихов и, как всегда, ее слушают, затаив дыхание. Юбилей – это чуточку грустно, потому что уходят года. Но если года эти прожиты честно, не надо грустить о них никогда. А вообще Вера Лебединская хотела стать историком. Для этого поехала поступать в Уфу в педагогический университет. Но задуманное не получилось. Ей предложили другой факультет русского языка и литературы. Преподавать она начала в 1939 году в Башкирии. Но планы изменила война. В 1944-м ее направили поднимать образование в освобожденные районы Украины. Передать то, что я там вытерпела, что я там видела по дороге, наверное, словами описать невозможно. Это страшно. Это разруха. Начинать приходилось буквально с нуля. Для того, чтобы учить детей, не было ничего, даже школы. Когда мы пришли, я говорю, а где школа? Он говорит, Вера Михайловна, к сожалению, школа превращена в конюшню. Идемте, я вам покажу. Когда я увидела ни окон, ни дверей, ничего нет. Я говорю, а где же школа? Он говорит, школу переселяем в бывшие здания для учителей. Квартиры будут превращены в школу. После Украины она оказалась в Саркташе. Ее назначили завучем первой школы, где она проработала до пенсии. Для Анны Кондрашиной Вера Михайловна стала настоящим наставником. Хотя и не скрывает, что немного даже побаивалась ее строгости. Я захожу в класс, она уже сидит, ждет меня. А если комната закрыта, она уже стоит возле двери. Когда что успевала? Я, конечно, сильно волновалась. И особенно мне было тяжело, когда Вера Михайловна говорила, ну ладно, на троечку так урок прошел. Но я только потом, спустя много лет, поняла, какая молодец Вера Михайловна. Она потом стала мне ставить четверки, а потом сказала, ну вот вы и выросли. Русский язык и литература для многих учеников стал одним из самых любимых предметов. Даже самые непослушные на уроках Лебединской вели себя всегда тихо. Она не пользовалась какими-то учебниками, там куда-то подглядывала. Она готовилась к каждому уроку. Вот знаете, вот как будто это, я не знаю, какой-то супер предмет. И она так себя преподносила. Мы просто любовались ею и слушали то, что она говорила. Но для Веры Михайловны преподавать литературу только на уроках было мало. Для того, чтобы дети еще больше полюбили книги великих классиков, она создала при школе театр юных зрителей. Он стал одним из самых популярных в районе. Играли пьесы все – ученики, педагоги и даже родители. Все это она, конечно, напоминает. С ней очень интересно беседовать. У нее очень интересные рассказы. Отличник народного просвещения – заслуженный учитель России. Но для Веры Михайловны Лебединской главное не признание ее заслуг, а умные добрые глаза любимых, пусть и бывших ее учеников, для которых литература была и осталась главным источником знаний. Без книг нельзя. Книги – это не только средство воспитания. Это средство того, что ты будешь хорошим, порядочным человеком, нужным для страны. Без книг жить нельзя. Саркташи среди почетных немало и молодых учителей. Чтобы в школу шли молодые специалисты, в районе для этого стараются создать все условия. Поддержат не только словом, но и рублем. Особенно тех, у кого стаж до трех лет. Эти учителя у нас сейчас получают прибавку к зарплате в 2,5 тысячи. Это по трехстороннему соглашению между главой района, профсоюзной организацией и районным отделом образования. Я считаю, что это очень хорошее такое подспорье на начало работы. И кроме этого, конечно, пользуются льготами и коммунальными услугами. Это тоже хорошее такое подспорье. По словам директора, второй школе поселка Саракташ повезло больше всего. В учебное учреждение пришло работать 12 молодых специалистов, причем перспективных. Теорема называется, так и называется, теорема Чива. Ну, а Джованни Чива – это итальянский инженер-математик. Он окончил университет в свое время в Пизе. Есть такой голос, слышали, да? Известный. Вот. Основные его труды – это работы по геометрии и по механике. Дмитрий Праслов во второй школе работает недавно, но уже заслужил доверие и признательность не только у руководства, главное – учеников. Даже такую точную науку, как математика, на его уроках ребята легко осваивают, потому результаты по предмету хорошие. Да и ученикам уроки Дмитрия Праслова нравятся, потому что молодой учитель пользуется не только одной теорией, а старается использовать все последние технические новинки. Даже на геометрии без компьютера не обходятся. Если эти отрезки пересекаются в одной точке, как показано на рисунке, то тогда для данных отрезков выглядит следующее соотношение. Его методики помогают детям и на экзаменах. Практически все контрольные дети сдают на хорошо и отлично. У нас учитель первый год преподает, как говорится, а так мы ничего плохого про него не можем сказать. Учитель хороший. На его уроках всегда тишина. Учитель ученики слушает внимательно, слушается в каждое его слово предложение. Потому как и рассказывает, интересно, да и у каждого есть желание ответить потом на его вопросы не только правильно, но еще и первым, дабы получить очередное заслуженное одобрение их педагога. Реализация, то есть как ты реализуешься как педагог, как учитель. И, соответственно, сейчас работая в школе, для меня результаты учеников как раз-таки показывают, насколько хорошо я работаю. Молодого педагога планов много. В первую очередь совершенствоваться и помогать своим ученикам добиться лучших результатов не только в школе, но и в жизни. Мы пожелали Дмитрию Алексеевичу, чтобы он также продолжал работать в нашей школе, также хорошо преподавать. Ну, чтобы он на этом не останавливался. Пошел на учителя годы, стал там победителем. По традиции с профессиональным праздником педагогов будет поздравлять и руководство региона. Уже известно, что вниманию губернатору достоится и учителя Саракташевского района. Они получат премии. И на этом все. Смотрите программу на следующей неделе, также в четверг. До свидания.